Мы не игнорируем тот факт, что здесь есть дикие звери, но тем не менее дикие звери они тоже не дураки. Поэтому у них уже в крови заложено, что если где-то есть человек, то лучше отстраниться, то есть не иметь дело с этими местами. Страшных диких зверей, которые бы не боялись детей, здесь нет. Все страшные дикие звери, которые только могут быть, но они действительно человека боятся и они скорее уйдут от вас. Мы им просто не интересны, ни сферы их питания, ничего. За 9 лет работы я ни разу не видел медведя. И с медведями у меня связан только один случай, это один из походового мастера путешествий, очень-очень дикая река, по которой туристы, не знаю, может входят там одна-две группы за сезон, вот, и мы издалека услышали рёв медвежонка, просто издалека он там что-то. Ну и соответственно постучали громко в посуду, он услышал этот резкий звук, убежал. Честно говоря, я ни разу не видела никаких диких животных на территории Карелии, по тем местам именно, по которым мы ходим, потому что все-таки животные чувствуют запах человека и прежде всего они заботятся о себе и опасаются подходить близко к человеку. И места вот эти обхоженные, все-таки там костровища, животные также боятся костра, запаха костра. И все-таки здесь есть населенные пункты, которые тоже отпугивают животных, вот, поэтому кроме бобров, мне кажется, и каких-то мелких грызунов здесь трудно кого-либо встретить. Дым, запах костра, вот, ну и опять же мы все-таки сидим в лагере, мы шумим, разговариваем, смеемся, то есть это тоже лишний шум для них. Вот, ну и так как здесь все-таки Карелия, тайга, много зверей остальных, ну, мелких, то у животных, именно, вот, у больших, да, у медведей, у волков, у тех же очень много еды. Ну и когда ходим пешие походы, например, комби или осенью, то у нас, естественно, есть собаки, хаски, которые нас зачастую там предупреждают, что кто-то там ходит, например, да, даже, вот, животное какое-то. Ну и животные сами чуют, что здесь собаки есть, не подойдут.